Последний день перед летом для жителей Коми стал хорошей встряской. Каждый северянин вспомнил, в каких краях живет и каких сюрпризов здесь можно ждать от погоды. Покрытые снегом грядки, огороды, детские площадки, парки и скверы, машины. В социальных сетях многие торопятся поделиться впечатлениями от зимнего мая. Кто-то искренне расстраивается, кто-то иронично шутит. Прощай весна и здравствуй лето. Погода сошла с ума, наверное. Впрочем, кого-то такая погода и вовсе вдохновляет. Только на севере можно увидеть такую красоту в преддверии лета. Привыкшая к холодам Заполярье снегу не удивляется, а вот в южных и центральных частях республики о нем, кажется, середины весны уже успели забыть. Село Помозино из Куломского района сегодня похоже на зимнее Простоквашино. Неудивительно, что его снимков в соцсетях хоть отбавляй. Синоптики вторят ощущением жителей. Здесь среднесуточная температура по региону на 4,7 градусов ниже климатической нормы. И этот весенний месяц не единственный снежный на памяти. Каждые 6 лет повторяемость такого холодного мая можно вспомнить, привести в пример 2008 год, ровно 10 лет назад, когда примерно подобный холодный май наблюдался. 2001 год. А в 2002 году май за эти 18 лет наблюдался самым холодным. Тогда температура воздуха опускала из днем даже в Сыктывкаре до минус 2-5 градусов. И выпадало большое количество осадков в виде снега. Не на руку подобный май и аграриям в столичном сельхозпредприятии. К посадке на поля сегодня готовы около полумиллиона саженцев капусты. Высадить их хотели на днях, но помешала погода. Слишком большая влажность в мае. Вчерашний ливень очень сильно подорвал работу. Мы с техникой не можем выйти на поля. Рассада, конечно, перерастает, что будет в дальнейшем губительно сказываться на приживаемости. Приживаемость снизится, соответственно, урожаи могут уменьшиться. Дело в том, что каждое растение перед попаданием в почву проходит через рассадочно-посадочную машину. Размер должен быть стандартным. И слишком большие листья просто не пройдут. А растут они с очень большой скоростью. Так что каждый день на счету. Чем больше рассада, тем больше выкидывается количество штук. Зато сам снег, говорят аграрии, капусте не помеха. В каком-то смысле служит даже удобрением. Лишь бы почва перед посадкой была не переволожнена. От утреннего снега в столице Коми к обеду не осталось и следа. Но прохожие не перестают кутаться в шарфы. Холодный ветер не дает поверить, что на улице уже 31 мая. Да и погода реабилитироваться в ближайшее время, кажется, не собирается. Синоптики обещают, что 1 декада июня будет холодный и сырой.